Стала известна личность российского миротворца, который погиб в Нагорном Карабахе в ходе разминирования. Им был 29-летний офицер-сапер Виталий Мороз. Как сообщил Минобороны России, военный получил ранение в ходе разминирования дороги в Шушу, а при транспортировке в больницу Виталий скончался от полученных травм. Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер на своей пресс-конференции заявил, что присутствие России представляет риск дестабилизации для Нагорного Карабаха. «Вы заметили, и я определенно с этим замечанием согласен, что там, где есть российское присутствие, есть и риск дестабилизации, и, конечно, вызов всем государствам и сторонам, которые участвуют в происходящем там», – сказал Купер. Армяне массово выставляют дома и квартиры на продажу в Ханкенде. Об этом свидетельствует объявление, размещенное на армянском портале list.am. Цены выставлены довольно низкие. Можно предположить, это сделано для того, чтобы продать жилье как можно скорее. Также дома и квартиры продаются вместе со всем содержимым. Информационный доклад Министерства обороны Российской Федерации на 20 декабря 2020 года. Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На 23 наблюдательных постах российским миротворцам ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Российским миротворческим контингентом обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры. За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 306 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернул 42 051 человек. В населенном пункте Мордокерт при содействии российских миротворцев силами ремонтной бригады восстановлен 1 жилой дом и 1,6 километра линий электропередачи. Всего с начала работы установлено 23 жилых дома и 7,9 километра линий электропередачи. Российским миротворческим контингентом во взаимодействии с представителями Международного комитета Красного Креста и МЧС Нагорного Карабаха продолжается поиск и передача тел погибших в ходе боевых действий. Организована работа горячей линии по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести. С начала ее работы принято 521 обращение. Все обращения переданы в поисковые группы Центра примирения сторон. Российской выездной врачебной бригадой в населенном пункте Чартар оказана амбулаторно-поликлиническая помощь 35 местным жителям, в том числе одному ребенку. Всего российскими военными медиками оказана медицинская помощь 759 жителям Нагорного Карабаха, из которых 85 дети. Все действия российского миротворческого контингента выполняются с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Субтитры создавал DimaTorzok